Юный новосибирец поразил зрителей популярного шоу «Грой на ксилофоне». Восьмилетний сибиряк исполнил сложнейшую увертюру из оперы «Кармен». Томас Леонихин занимается музыкой с трех лет. Александр Сульдин узнал, как маленький виртуоз готовится к выступлению. Звездный час, восторженные овации. На столичной сцене маленький сибиряк Томасу Леонихину восемь лет, а уже виртуоз. Сложнейшая увертюра из оперы «Кармен» кажется легким и приятным разбегом палочек. Томас – музыкант со стажем, ударными увлекся в три года. Все бегали, поиграли на скрипке, на фортепиано, погудеть на фаготе. А я только барабаном. Вот у меня и привезло шитьба – играть на барабанах. Потому что барабан относится ко всем видам музыки. Сначала я просто думала, что это очень весело, а оказывается, это трудно. Занятие уроки по 40 минут в музыкальной школе и по 3-4 часа в день дома. Пропускать нельзя, зато мальчик играет почти на любом ударном инструменте. От ксилофона легко переходит к барабанной установке. Напряжение заметно только когда видишь, как цепко детские глаза глядят в ноты. За фортепиано мама Томаса Анастасия – концертмейстер и главный наставник. Если родитель – музыкант, это очень в плюс, потому что я сама через все это прошла. И если мама стоит рядом, направляет, и только так, большим трудом, заставлениями. Бывает, что и слезы, и все. Без этого никак. Он это понимает. Несмотря на опыт, юный музыкант делает только первые шаги. Почти закончил учебный год в музыкальной школе. Ему очень подходит, потому что я считаю, что в связи с характером, мы же тоже отбираем учеников и обращаем внимание на их физиологию, на их характер. Поэтому вот как раз для ударников такие требуются озорные, хулиганы немного. Ну и чтобы они дисциплинированы, конечно, были. А Томас мечтает стать звездой мировой величины, а потом возглавить родную музыкалку. Александр Сурдин, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Субтитры создавал DimaTorzok